Как вы считаете, убийство Алексея Навального, похороны и то, сколько людей вышли, дает надежду на будущее России? Или, может быть, когда мы читаем комментарии, это все-таки такая некая иллюзорная надежда, что да, вышли люди, но что дальше? Как вы это видите? Ну так очень вообще поставлен вопрос, потому что дает ли надежду. Знаете, кто как ищет надежду, люди в малом эту надежду находят. Тут не вопрос количества. Проблема ведь в чем заключается? Что люди, которые являются оппонентами режима, не согласны с режимом и с Путиным, и против войны, они же есть. Это не один человек, далеко не один. Да, их меньшинство в России, это тоже надо прямо сказать. Неважно, как делится остальное большинство на тех, кто из страха или из действительно внутреннего движения души поддерживает Путина и войну, это уже другой вопрос. Но это меньшинство, оно неуютно себя чувствует, ему некуда деваться, оно в безвыходном положении, как в ловушке, понимаете? Потому что люди этим плачут и по своей, и по судьбе Алексея, потому что они себя прямо с ним идентифицируют. Это судьба всех, кто выступает против этого режима. Проблема в самой системе, понимаете? Почему она сама не дает надежду? Она дрейфует, она идет в сторону окончательного оформления, как тоталитарное, причем династическое. То есть, это важный аспект, потому что она еще и такой становится жесткой, уничтожая любое оппонирование, любой вызов системе, потому что она начала свою трансформацию, очень тяжелую, глубокую трансформацию, в пользу, значит, окончательного оформления тоталитарного государства с сословного, с династической, точно абсолютно иерархией и всем остальным. И поэтому у таких людей сейчас теми методами, которыми они хотят сопротивляться, шансов нет. Надежды это не дает. То есть, справиться с этой системой путем просто публичного вызова, выйти положить цветы, заявить о чем-то, это путь в диссидентское пространство тюрьмы, беспросветной и бесперспективной глуши, в которой будет жить русское общество и так далее. Это все проходили. Почему, собственно, здесь невозможна цикличность? Ну, это там отдельный вопрос относительно прогресса времени, как его понимает европейский человек, западный человек. Но другой вопрос, что Россия ходит кругами, и это не диалектические круги вверх и так далее. То есть, она ходит кругами вокруг все той же традиционной системы власти с всем набором имманентным, которым мы знаем, и личности там места нет вообще. А это люди индивидуалисты в России. Посмотрите, молодые люди там, студенты, урбанизированная молодежь какая-то, интеллигенты там в разных поколениях. Какое у них может быть будущее? Видите, народа как такового на похоронах Навального нет. Народа, которого Донного такого, его нет. Он Навальному не сочувствовал. Это беда народу, не Навального. Навальный-то был идеальным, как герой, как мученик и так далее. Не о нем речь. Народ не хочет этого. Видите, народ остается безучастен. Далеко не всегда народ определяет, каким будет будущее, власть и так далее. Зачастую меньшинство это делает. Так мы знали по разным революциям и в 20 веке и раньше. Но сейчас такой момент, особенно в веке 21, и такая связанность, вот, она, связанность я имею в виду окружающего, внешнего пространства. Потому что, ну, все-таки глобализованный век, он дает к этому основать, неважно. Касается это интернета и различного рода девайсов, технических усовершенствований, связи, коммуникации людей, да, через социальные сети и тому подобного. Но вот в России такая есть некая архаика сознания, при которой невозможно передавать идеи от одного к другому. Мы вот не видим, чтобы это все как-то поле, используя новые технические возможности 21 века, ну, как-то расширялось. Почему это закупленная, капсулированная среда сторонников Алексея Навального? Она же не выходит вовне, ей не дают выйти вовне, и она сама не располагает инструментарием для того, чтобы вовне выйти. Хотя используют все тот же интернет, каналы Навального, фильмы, расследования. Всегда были популярны, не было такого, чтобы их не смотрели. Но это не конвертируется в политическую поддержку. В чем и ошибка Алексея Навального стояла, когда он возвращался домой, он это в порыве души, искренне, действительно, из соображений идейных возвращался на родину. Но, безусловно, рассчитывал на поддержку этих людей, на сочувствие, на эмпатию, на защиту. Ведь он ее получил в 2013 году, когда его посадили по делу Киров-Леса, ну, естественно, политическому делу. Да, и вышли люди на Манежный, я сам был на Манежный, понимаете, я сам был свидетелем. После чего, собственно, закрутилась история с компанией по выборам мэра Москвы и так далее. А здесь, смотрите, прошло 10 лет с небольшим, и вообще полная безучастность. Полная безучастность. Ни масштабов тех, ни ничего. Это свидетельство того, что Россия от авторитарной персоналистской с отдельными лишь тоталитарные элементы, но все-таки авторитарная система прошагала за 10 лет до вот этого тотального контроля и однозначной замкнутой системы власти на общество. То есть нету пространства свободы вообще никакого, понимаете, вот ни в каком виде. Ну, интернет остается, свобода выезда и въезда, но они с этим работают. С интернетом мы знаем, они готовятся к блокированию, отключению, созданию суверенного интернета, это с выездным и въездом уже проблемы. Думаю, скоро уже они там объявят, изменят положение Конституции. Это все элементарно делается и объявят о обязательности выездных разрешений. Ну, это технический вопрос. Они будут решать в зависимости от. Но что касается надежды, надежды на государство никакой, надежды на общество не особенно. И вот эта горстка недовольных, она, в общем, не может эту ситуацию коренным образом изменить. Это факт. А зачем им сейчас блокировать там Ютуб и делать суверенный интернет, если они, в принципе, контролируют информационное пространство внутри России? Ну, я делаю вывод из ваших слов. Как раз есть контроль. Зачем убирать Ютуб сейчас? А, в этом-то и особенность. Понимаете, как понимает себя тоталитарная система? Тотальность контроля, она предполагает невозможность ни одной лакуны свободной. Понимаете? Если ты ее оставляешь... Почему, собственно, в Северной Корее или где-то еще? Ну, тоже ведь, честно говоря, открою интернет, что от этого снесут власть, что ли там? Нет, конечно. Но просто власть по-другому не может себя вести, понимаете? Во-первых, она создала аппарат для контроля. Ну, это не важно. Не только Роскомнадзор, ФСБ и другие структуры. Управление внутренней политики, администрация президента. Им надо этим заниматься. То есть, это как с репрессиями. В системе тоталитарной ты не можешь обойтись без функциональности репрессий. Иначе, ну, как бы, все будут считать, что можно так говорить, можно так себя вести. Они не могут этого позволить. Так же, как свобода выезда и въезда. Ты уезжаешь, не хочешь воевать, участвовать в СВО. Как это? А кто будет воевать? Ты у тебя мочишь, что ли? Понимаете? То есть, ты должен тотально охватить своим контролем всех. Не выборочно, не избирательно, а всех. И контроль интернета это предполагает. Потому что сохранение этой лакуны, оно обеспечивает, ну, какую-то степень автономности. Понимаете? Ты можешь с кем-то переписываться, ты можешь что-то публиковать, ты можешь где-то комментировать, ты можешь что-то получать. Это невозможно в системе тоталитарной. Для чего нужна тоталитарная система? Как я уже сказал, это, в принципе, для Путина вполне утилитарная вещь. Он ведь не идеологический человек. По большому счету, вы ясно не обрисуете, что он из себя представляет, если он правый, левый, националист или наоборот, отдающий дань советским традициям, значит, бывший советский человек, сотрудник спецслужб и так далее. То есть, для него это возможность пролонгации своей власти и собственной, и своих детей. Понимаете? Потому что в условиях тоталитарных никому не произведет в голову возмутиться, если он сделает приемницу свою дочь или своего сына от Кабаева Ивана и так далее. А кто будет возмущаться, если у него, так сказать, весь арсенал репрессивный и остальной? Интернет – часть этого пространства. Понимаете? Это будет эксклюзивность, которая допущена будет, как в советские годы, книги. Ты же мог почитать иностранные книги, и даже антисоветские, в спецхранах. Пожалуйста, получи основания, почему, что. Все это, конечно, КГБ контролировало, но было же такое, понимаете? Так и тут. И в интернет можно выходить эксклюзивно по разрешению, по соответствующему социальному рейтингу. Если ты благонадежен, ну, наверное, можно будет получить доступ в какую-то всемирную паутину. Я думаю, что они этим озабочены. Это сложно реализовать технически, это очень дорого и так далее. Но когда власть российская, когда власть прежнесоветская считалась с расходами на такую свою безопасность? Так что я вполне думаю, что они это сделают, потому что они по-другому не знают, как это контролировать. Вот и все. Вопрос про Красикова. Как вы оцениваете появившуюся информацию? Мария Певчих это озвучила, в том числе о том, что готовили обмен Навального на Красикова, узнав об этом. Есть такие интерпретации, узнав об этом, Путин убил Навального. Что вы думаете? Насколько важен Красиков для Путина? Я озвучил эту версию ровно с 16-го в день убийства Навального. О том, что действительно, почему именно сейчас, что это было связано с обменом. Причем, понимаете, об обмене переговоров информация циркулировала. У меня ряд приятелей, которые, адвокаты, естественно, Вадик Прохоров и другие, они кое-что об этом знали, слышали. Держали низко ухо к земле. Переговоры делились, это не секрет. Дешковича на Красикова, дополнительные какие-то опции и так далее. Я думаю, дело не в самом Красиковой. Я уже об этом говорил, дело не в самом лично Красиковой, который так сильно нужен Кремлю. Он нужен для того, чтобы продемонстрировать, да вот мы своих не бросаем, можете чпокать, как он это сделал Хагангашвили в центре Берлина, в парке, но мы вас выручим. Я думаю, что есть и подводная часть этих переговоров, секретная, между Вашингтоном и Москвой, что какие-то ништяки за это еще будут. Типа послабление санкции, раскупоривание каких-то активов или невнесение кого-то в санкции. Не случайно фамилия Абрамович всплыла. Вы думаете, Абрамович без своего интереса в этом бывающем участвовал? Вот я очень сильно сомневаюсь. А ему надо разблокировать. У него, знаете, крупные активы заморожены. Так что с этой точки зрения, это вершина айсберг. Красиков это только один из элементов публичных таких переговоров и такого возможного обмена. А там за этим скрывается что-то еще, чего мы не знаем и вряд ли могут узнать точно члены ФБК. Про отравление. Вы знаете, я допускаю отравление. Какое-то оно, может быть, сложное было. Тоже непонятно. Потому что тело отдали, и какие-то частички ткани, его волосы, ногтевые пластины, возможно, уже на Западе находятся и исследуются. Например, токсинов, каких-то отравляющих веществ. Я не знаю этого. Я думаю, что это самый простой путь отравления. Понимаете? Возможно, не отдавали тело как раз именно для того, чтобы формалинили, что-нибудь там делали, выветривали последствия остатки этих ядов. Я просто не химик. Я не знаю, как это все работает. И новичок, хоть я отдал сюда в августе 2020 года с специалистами, экспертами, разработчиками новичка. Ну, я не знаю, как это там можно сделать. Просто, наверное, специалисты лучше в этом разбираются. Я, скажем так, считаю, что это было не механическое все-таки воздействие, а какое-то химическое. Потому что, ну как, вот я там слышал версии, что, например, ну типа его ударили как-то сильно или что-то сделали. Я не думаю. Потому что, хотя вот я смотрю, какой он лежал в гробе. И, возможно, это связано с плохим сохранением тела. То есть, неизвестно ли, что там в Салехарде в морде творилось. Может, они специально его состояние ухудшали. Я не знаю. Но он выглядит человеком действительно каким-то совсем осунувшимся, маленьким. А я все-таки Лешу знал. Он был большой, крупный, малый. Ну, поменьше меня чуть-чуть, может быть. Но это очень крупный, малый был. Поэтому то, что с ним произошло, это явно последствия какого-то воздействия. Я думаю, что скорее химического. Я склонен думать, что может какой-то сложный яд, что-то такое. Но это лучше специалистам определить. Вопрос по поводу смерти сына Игоря Сечина. Как вы считаете, это случайность? Люди смертны, иногда внезапно смертны? Или здесь можно рассмотреть что-то другое в качестве версии? Опять же, понимаете, темная история. Как узнать, как проверить? Мог умереть он просто естественным путем? Ну, конечно, могут. Ну, как все, потому что люди свою собственную смерть-то не верят на самом деле. А такое случается, прямо скажем. Поэтому он мог. Но могли ли его, давайте отпротивно, а могли ли его что-то с ним сделать? Могли ли быть какие-то терки, и его избрали в качестве мишени? Тоже не исключаю. Тоже не исключаю. Но проверить очень сложно, понимаете? И вот говорить об этом со стопроцентной уверенностью я бы не решился. Потому что всякое возможно. Потому что у Сечина очень много врагов. Это не только его оппоненты условно-политические, типа Юкоса. Но есть и оппоненты по бизнес-темам. Поэтому, знаете, сейчас человека отравить, что высморкаться вообще несложно. Поэтому, в принципе, что сына Сечина, что кого... Знаете, был такой фильм «Грибной человек», который грибы ел, пробовал для того, чтобы не отравились хозяева. Ну и, так сказать, кому везло, кому нет. Это как менюр. Поэтому, соответственно, сапер. Поэтому вполне могло быть. Мы как-то, понимаете, конспирологически связываем все вещи эти. Вон там в начале февраля, а тут в конце... Я такую версию слышал, что, типа, Сечин обиделся, добился убийства Навального. Как-то выглядит совсем уж неубедительно. Но то, что все покрыто тайной. И то, что ничего неизвестно, и нет никаких достоверных источников. Ну, так это особенность именно этой власти. Особенность именно этого режима, в котором все покрыто завесой секретности. И судить об этом на 100% сложно. Ну, а Сечин сегодня в этой путинской иерархии, он на каких ролях? Вы знаете, он, я думаю, сохраняет особые отношения с Путиным. Я не считаю, что он там сильно отдален от тела, так сказать, первого лица. Я думаю, что эти особые отношения сохраняются. Там и вопросы бизнеса, там вопросы управления государственного, там вопросы кадровые. Там вопросы просто личные, он много знает. Поэтому, возможно, Ковальчуке имеет большее влияние за счет постоянного доступа на Юрий Ковальчук. Возможно. Опять же, мы судим умозрительно. Когда вам кто-то достоверно утверждает, что это вот так и не по-другому, ну, всегда делайте поправку на то, что проверить это невозможно. Но логика в этом есть, потому что мы видим по некоторым действиям власти, там, и Путина самого, что, возможно, так сказать, действительно Ковальчук, я имею в виду Юрий, гораздо ближе там Сечина. Но опять же, повторяю, вот я слышал, что в прошлом году на 40-летие Кабаевой в мае они все собирались на яхте около Сочи. Там и Путин был, и сама Кабаева. Ей 40 лет. У него был юбилей. Там был и Сечин, там был и, соответственно, Ковальчук. Все были, питерская команда, все те же. Патрушев был. Поэтому, ну, как бы свой круг. Кто там ближе, кто дальше? Ну, честно говоря, он одно и то же годы за годами сидят на тех же должностях. Все это люди мультимиллиардеры. Поэтому судить об Апале можно только по конкретным действиям. Если бы его отставили, он где-то ушел в утиль, ну, тогда, наверное, так. Я думаю, что он сохраняет свою позицию. Валерий Соловей, который я уже упоминал, сделал еще одно заявление у нас в эфире. Он сказал, что Кабаева больше не с Путиным, у нее новый человек, офицер ФСО. Опять же, Кабаева фигура уже во многом мифологизирована. Она кликабельная, не будем врать. То есть, если в заголовок ставишь Кабаевну, ее кликаешь. Но, тем не менее, ее роль все-таки, она остается только та, которая рядом с Путиным. Или за ней все-таки что-то есть еще? То есть, она чуть больше, чем просто сопровождающее лицо. Как вы думаете? Я сомневаюсь, что у нее есть сейчас какой-то новый человек, что ей дали офицеры, значит, ФСО, чтобы он ее обслуживал. Я очень в этом сомневаюсь. Видите как, расход с Путиным, это возможно. Потому что Люда была его первая жена, которая, да, имеет какого-то там очередного, тоже, видимо, специального типа, который теперь ее новый муж, по-моему, младше ее. То есть, с этой точки зрения, наверное, Путин может, не знаю уж в силу каких причин, отпустить женщину, я не знаю. Я не берусь судить. Но, понимаете, здесь есть особенность Кабаева. Во-первых, она намного моложе. Это, ну, по меньшей мере, на 30 с лишним лет. Это для мужчины значимая разница. И явно, так сказать, его связывают не просто какие-то отношения сопровождения, а там дети. Это точно. Дети есть. Вот. По меньшей мере, двое мальчиков, двое сыновей. Хотя, как говорят, трое, ну, я не знаю. Это я уже не буду утверждать. Поэтому я не думаю, что ее отпустят так легко. Вот я в этом очень сильно сомневаюсь. Потому что, ну, видите, она вот действительно находилась с Путиным рядом в тот период, в десятые годы, они, по-моему, в пятнадцатом начали. Вот. Когда, в общем, была чувствительная уже информация относительно всего, что там происходит. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, нет чем, да, что у нее какой-то новый там любовник или там муж, я не знаю, кто, в каком он качестве это выполняет, этот ФСОшник. Хотя нравы там свободные, поэтому с точки зрения удовлетворения ее, как женщины, может быть, что-то и есть. Не знаю. Вопрос от зрителя в Телеграме. Вопросы Марку Захаровичу. Как он оценивает вероятность, что Юлия Навальная станет президентом? Какова роль Алексея Навального в современной российской истории? И как долго придется излечивать душу и голову россиян после краха режима? И будет ли кто-то это делать? Иначе ведь реваншизм вновь неизбежен. Три вопроса. Ну, слушатель далеко очень забегает. Будет ли она президентом? Выжить бы, слушайте, выжить не убили бы. Что уж там говорить о президентских амбициях или чем-то таком, тем более об оздоровлении общества, нации. Далеко мы так не видим за горизонт. Это слишком далеко. Роль Юлии Навальной может быть эксклюзивной. Проблема заключается в том, что я уже много где комментировал, меня спрашивали, Юлия Навальная выдающий человек, несомненно. Что тут обсуждать такой женщины? Пойди поищи. Все хотели бы такую жену иметь. Понимаете? Особенно занимающийся таким поганым делом, как русская политика. Поэтому жена была выдающейся. И она заслуживает свою степень памяти в той же мере, что и Алексей Навальный. Алексей Навальный рано и поздно поставит памятники. Поверьте, в России будут стоять памятники Алексею Навальному, как человеку совершенно выдающемуся. Причем масштаб его личности, вот поверьте мне, с историческими событиями разными, уходящими одно за одним в прошлое, будет только расти. Вот Ельцин, смотрите, как странно уменьшился масштаб. Вот поразительно. Казалось бы, с ним связаны реформы и так далее. А вот назначив преемника Путина, он из гроба несет ответственность за Путина. Представляете? И теперь уже про Ельцин ни одного хорошего слова не скажут. Будут говорить пьяница, алкаш. Путин нам оставил, значит, причем из соображений собственной безопасности своей семейки. Вот так будут судить. Пусть никто иллюзии не питает, что будут ему памятники ставить, что Ельцин большой реформатор. Не будет этого. Потому что очень важно не только какой след ты оставишь непосредственно, но и какое наследство ты оставишь. А в наследстве у него Путин. Вот ты хоть тресни, оставил бы Немцова, один разговор был бы, оставил Путина. Вот так вот теперь. А вот у Навального, понимаете, в принципе, с точки зрения русского сознания, он абсолютный герой. Потому что его поступки все были абсолютно и совершенно героические. Но он, будучи отравленным, потом еле спасшись, вернулся из Германии в Россию. Это же героические поступки. Основая все риски, которые ему грозят. То есть, это был идейный человек, понимаете? Ельцин был портаппаратчик. Да, в какой-то момент почувствуешь эту конъюнктуру. Местами даже очень искренне. Но, тем не менее, понимаете, Навальный, который герой нулевых десятых годов, останется в памяти как невероятного масштаба личность, как героическая личность, понимаете? Идейная, последовательная, принципиальная. Он много издержек имел политических ошибок, понимаете? С этими бутербродами. То он с Гиркиным, значит, пошел на дебаты. Что еще что-нибудь? Какие-то заявления по Грузии были. Но это все, поверьте мне, это ничтожно. По сравнению с его героической смертью, все его ошибки, они не имеют такого значения. И в будущем не останутся в памяти. Конечно, в Украине всегда это все будет болезненно. Но с точки зрения политического масштаба, это фигура, равная которых пока, во всяком случае, мы не видим. Понимаете? Не Юлия Сомани, не кто-то из лидеров оппозиции все равно святое место пусто не бывает. Придут новые, безусловно. И продолжат это дело. Юлия Навальная, я думаю, скорее всего, все больше склонится к тому, чтобы просто следить за наследством своего супруга. То есть, она возглавит ФБК, она возглавит проект, будет политической фигурой, будет политическим руководителем. Но пойдет ли она на сближение с другими частями оппозиции, пытаясь возглавить их, представляя, репрезентируя их перед русским обществом, я не уверен. Понимаете? Договорятся ли все и согласятся ли на эту эксклюзивную роль Юлии Навальной? Пока рано говорить, но пока признаков этого нет. Понимаете? Потому что быть выдающейся женой, она человек умный, харизматичный, очень красивый, это одно. А вот взять на себя какую-то большую политическую роль, большого политического масштаба, это совсем-совсем другое. Вопрос из чата спрашивает. Марк, как вам интервью с Ириной Шихман? Большое интервью, записанное не по удаленной связи, а лично. Много всего проговорили. Я смотрел. Я не помню, три часа, что ли, сколько мы с ней беседовали? Чуть меньше, я не помню. Я в Берлине встретился, мне предложила Ирина встретиться. Я видел, что ее сильно критикуют, что она очень въедливая, она как-то пристрастно ко мне отнеслась. В жизни все было не так, в реальной работе с ней было вообще не так. Она была очень доброжелательной, очень любезной. Я бы не стал ее обвинять за эту въедливую журналистку. Она журналист, я нет. Простите, простудился. Был сейчас по делам, тут в Париже простудился. Вы знаете, я сказал почти все, что хотел. Все, что она спрашивала, я ни от одного вопроса не уклонялся. Но мне приходится по сто раз одно и то же рассказывать. Я прошу прощения у зрителей. Мне задают зачастую одни и те же вопросы. Что про Боснию, что еще про что-нибудь. Ну, что делать? Я отвечаю, я не уклоняюсь ни от одного вопроса. Мне сложно быть оригинальным в этом повторении. Мне всегда хотелось бы чего-то рассказать такое свое. Но она задает правила этого интервью. Она задавала характер вопросов. И я, честно говоря, думал, что мне какие-то личные вопросы будут задавать. Ну, для меня это не принципиально. Я много даю интервью, много рассказываю. Мне хотелось бы, чтобы люди вникали в то, что я говорю. Потому что зачастую, понимаете, происходит такое, что многим кажется, что я как будто бы какие-то вещи пытаюсь препарировать, преподнести в выгодном для себя свете. Я вполне самокритичен, вполне самоироничен. Я себе могу это позволить. И в своем возрасте, и в своем положении. Так что на самом деле, если комбинационно слушать мои интервью, хоть с Ириной Шихманной, либо другими, вполне сложится картина моих представлений о политике, о личной жизни, о своем прошлом и всем остальном. Кирилл спрашивает, как вы думаете, мобилизацию в России объявят сразу после выборов или дождутся инаугурации Путина? И какое количество потребуется для мобилизации Минобороны? В вопросе уже содержится утверждение, как я понимаю. Вот, если что, можно на это объяснить. Вы понимаете, какая задача стоит? Они же не прекращали мобилизацию. Люди считают, что это некий одномоментный акт. С сентября 2022 года частичная мобилизация охватила уже по меньшей мере полмиллиона человек. Хотя они говорят о 325, но по разным оценкам от полумиллиона и больше. Уже, понимаете, что же это за частичная мобилизация, если уже полмиллиона под ружьем? Говорят, я не утверждаю, говорят, что около 2 миллионов уже в армии. 2 миллиона. Представьте, и наращивание продолжается. Они же заявили вот буквально на днях о создании округов, ну, разделении округов военных, граничных с Финляндией. Потому что это не мы. Они говорят, ну, так что ты делишь округа, тебе же нужно численный состав-то, личный состав-то увеличивать. Плюс война в Украине. Вот у них достаточное число, чтобы ввести медленное, там, лет на 100 наступление. Ну, для того, чтобы резко добиться успехов в Украине. Да, конечно, нужно, так сказать, оставление Украины союзниками, ведь тот дефицит боеприпасов, который уже имеется. Но и тебе, российской стороне, нужно радикально увеличить численность своей армии. Сам Путин сказал, больше 600 тысяч находятся в зоне СВО. Но это не те, кто прямо непосредственно напередовался. 600 тысяч – приличная цифра. Понимаете? А надо миллион, по меньшей мере, для того, чтобы вот то, о чем я выше сказал. И второе, смотрите, Путин, несмотря на опровержение, вот он 29 февраля выступал перед Федеральным собранием, он же не отказывается от планов агрессивных в отношении Европы. Не отказывается. Ни по Приднестровью и Молдове, ни по Сувалковскому коридору. Мы не видим такого явного, твердого нежелания, значит, ввязываться в конфликт следующий после Украины. Мы этого не видим. Для того, чтобы ему рискованно повести такую игру геополитическую с добиванием вопроса его меморандума, Путина от декабря 2021 года, если вы помните, он предлагал заключить соглашение с НАТО и договор с Вашингтоном, который просто обнуляли НАТО фактически. То есть они приводили к демилитаризации половины стран, входящих в НАТО. По меньшей мере 15 стран, которые после мая 1997 года вступили в Альянс. Если он продолжает считать, что он может навязать этот меморандум, то, конечно, ему нужна большая армия, и нужно проводить мобилизацию, увеличить армию до трех миллионов, например. Еще миллион собрать. Тогда это, конечно, внушительная цифра будет. Советская армия была, по-моему, пять миллионов. Я боюсь соврать, если меня кто поправит. Но понимаете, во что превращается? И страна милитаризуется. Плюс он все время клянется отказом от гонки вооружения. Она уже идет. Москва уже в нее включилась. Вы знаете, что они делают с военными производствами? Там, где производили кружки, они теперь гильзы производят. Поэтому, естественно, конечно, гонка вооружения уже началась. Насколько Москва готова к долгосрочной перспективе, нет. А в краткосрочной, чтобы напугать всех, привести к коллапсу вообще европейской безопасности и так далее, да, этого может быть достаточно. Важно, как ответит Запад. Если Запад продемонстрирует такую же мобилизацию, ну, в широком смысле, да, ну, например, переход с контрактной армии на призывную в Европе, например, это уже назревшая необходимость, потому что нужно радикально увеличивать численность армий европейских суммарную до миллион-полтора, не меньше. Больше даже желательно. Желательно намного больше. Сейчас по разному цену, еще раз повторяю, не утверждаю цифру на 100%, 300-350 тысяч. Это мало. Я имею в виду европейских, без американской армии. Американская – это отдельный вопрос. Тут вообще непонятно, что будет еще с союзниками. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что, безусловно, мобилизация после инаугурации может быть. Но, опять же, они не любят помпы, понимаете? Они не любят выйти, значит, и крикнуть, что все, теперь все будете под ружьем. Они продолжат частично мобилизацию, только интенсифицируют. И это будет заметно, это люди увидят. Причем они будут варьировать способ. Где-то они действительно на контракт людей берут, где-то стимулируют рублем, и такое тоже работает. Ну, может, капиллярно, но работает. Но, повторяю, им надо в короткие сроки радикально поднять численность армии. Радикально. Поэтому, скорее всего, мобилизации, наверное, не избежать.